ОМТВЮА про Головне. Вот только приехали на место уже, получили команду «Воздух», что идет «ФПВ». Примерно 2 километра. Глушу! То есть вы все вот здесь в округе мониторите? Да. Прямо где-то над нами «ФПВ» же уже тут слышим звуки. Глупай, Гюша. Включи. Включено. Гасите ружьями. Вон он, вон, пошел, 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 пошел. Так высоко кружит, он цель выбирает? Он поднялся высоко, чтобы уйти от нашего купола. У нас вот включен купол, да. Поэтому, чтобы его не забили. С генератором белого шума мы его отпугнули. Нужно расколошматить все к чертовой матери. Я имею в виду инфраструктуру дорог железнодорожных, путей сообщений, инфраструктуру мостов. Это ключевая сегодня наша задача. Не заканчивается этим. Русские в атаку идут. Русские в атаку идут и побеждают. Русские идут домой! Там горячо очень стало под Бахмутом. Командир бригады, позывной Барнаул, он остался там. Он лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. А во время третьей атаки Вячеслава Макарова ранило. Тяжело. Эвакуировали, но живым не довезли. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Я его снимал несколько дней назад. Я не знаю, получит ли он посмертный герой. Но вот у героев такая дорога бессмертия. 8 лет. 8 лет внуклее над любыми попытками передового процесса. Ребят, я честно, честно, все сегодня свободное время, уже которое есть, еще которое будет, посвятил изучению Донбасса, потому что в моей голове это явный пробел. Потому что тогда, когда он начал сам, мне было 15 лет, и я мало что мог сделать в свои 15 лет. Сейчас я начал изучать всю эту информацию. Я перечитываю отчеты ОБСЕ, перед этим были отчеты ООН, это... Украина! 8 лет бомбила Донбасс. Но судя по числам, реально, смотрите, за 21 год, согласно новостям ОБСЕ и ООН, погибло 18 мирных жителей. За 20 и 26, за 19 и 27, за 18 и 55. 80% это жертв, это эхо войны, это растяжники, это установленные мины в лесах, еще что-то. Камон, кто кого бомбил? И в новостях ДНР, вот я единственную новость, которую нашел, 15, 52, 30 декабря 2021 года, где сказано, что у гражданского населения погибло 7 человек по новостям ДНР. То есть, ну, заинтересованной стороны. Кто кого бомбил? Че? Обращаюсь к луганчанам. Луганская область. Где вас бомбили 8 лет? Я устала это читать и смотреть тиктоки. Расскажите мне, где у нас были военные действия только 14-го до октября месяца. Я сама коренной житель Луганской области, с города Краснодом. Кто вас бомбил? Вас обижала украинская армия, может быть? А ну-ка расскажите, когда? Это что за бред? Давайте я вам напомню, кто вас бомбил. Давайте я вам напомню юбилейный, где за юбилейном становились грады и оттуда херачили. Или лесной, где во дворы заезжали грады и тоже херачили прям со дворов, чтобы ответка прилетела куда? Туда! И кто видноват? Укропы! Да? Детский садик Радуга вам напомнить? Когда летела авиация и ваши защитнички все прятались в этом садике и вокруг этого детского сада. Помните? А в садике была куча детей. Детей до пяти лет, до шести. Это защитники? Это вас бомбили укропы? Троллейбус возле почты. Пьяные защитники переехали на танки, чьи на БТРе. И погибли там люди. Тетя Лена с центрального рынка там погибла. Помните такое? Где у вас была война? Вы воевали сами с собой? Чеченцы в пиццерии зарезали двух официантов и повариху, которой было за шестьдесят лет, чьи под шестьдесят лет. А перед этим изнасиловали. Тоже укропы? Или это ваши защитнички, которые пришли защищать Донбасс? А про их там нет тоже помните? Как через Изварина заходили все танки, грады. Вся техника перла через Изварина. Помните все, да? Так подождите, вас же стреляли укропы. Тогда почему с Российской Федерацией перла техника? Через наш город Краснодон. А помните, когда наши уже зашли в Краснодон? И когда с РФ, с Ростова, они полили градами прям по нашим поле. Помните? И тоже, тоже Украина стреляла. Да если бы они хотели, они простреляли весь Краснодон. Но они зашли и стояли там. И с России подло. Ночью их всех сожгли. А как арестовывали на всех, кто за Украину и на подвалы кидали? Было? Ребята, меня арестовывали с двумя детьми. Коля Ральянс. Кричал представитель правого сектора, держите. И четыре автоматчика меня вели через весь город. А арестовывал он меня прямо за юбилейного. И вел до ментовки. Очнитесь. Слава Украине. Где ты был восемь лет, когда русских убивали на Донбассе? А где был Путин восемь лет, пока русских убивали на Донбассе? Чего? Да, где был Путин восемь лет? Почему молчал? Он, он, ну, типа... Что? Что? Ну, он не молчал. Что он говорил? Ну, там, про скрепы. Ага, ага. Ну, про пенсионный возраст там. Почему он не пришел в ООН, не стукнул кулаком по столу и не сказал, эй, ООН, там русских убивают на Донбассе? А что, так можно было? Конечно, можно. Несешь в ООН доказательства преступлений, и они присылают миротворцев. И что, прямо на Донбасс вы тоже прислали миротворцев? Конечно, вы прислали им, только повод дай. Блин, что-то Путин и правда затупил. Я тебе больше скажу, миротворцев просила сама Украина. Чего? И ООН даже хотели прислать миротворцев на Донбасс. Но знаешь, кто им запретил? Кто? Кто? Путин. Блин, а почему они его послушались? О, он же с нами не дружит. А Россия входит в Совет Безопасности, они обязаны ее слушать. Ополченцы, которые указывают все, что украинская армия там все делает, начало начинает с них. Около моего дома, по улице Полиграфическая, 14, в Донецке, ставили, 14-18, ставили эти, они свои эти грады и стреляли в район аэропорта. Вот, потом, конечно, получали обратку. Люди стояли на коленях, женщины и просили не ставить свои вооружения там. Но они сказали, выходили на референдум, мы теперь будем делать то, что считаем нужным. Привет, я Максим, это Света. Где бомбили детей, где бомбили детей Донбасса. Я могу сказать, что все началось еще в мае 2014 года, когда была провозглашена Донецкая Народная Республика. Но каким образом она была провозглашена? По сценарию крымскому? Расскажи, пожалуйста, это. Да, причем мы в тот момент жили там и видели все своими глазами. Не просто из украинских СМИ или российских СМИ, а своими глазами из окон. Видели, как это происходило? В 2014 году одновременно с захватом Крыма у нас были ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, которые захватили полицейские участки. В тот момент они были милицией еще. Пришли зеленые человечки без опознавательных знаков, с автоматами Калашникова и работали суперпрофессионально. Есть в интернете, кстати, много видео, как захватывались полицейские участки в моем родном городе, в Донецке. Это происходило в Луганске и еще на всей территории Донецкой области. Одновременно, сразу. И что произошло? Захватили полицейские участки, полиция сдалась сразу и захватили все оружие. Вечером по всем местным телевизионным каналам местного значения было обращение, где сидели люди в военной форме, я считаю, это был чистый военный переворот, где в военной форме заявили о том, что теперь это будет называться Донецкая народная республика, и мы будем отсоединяться от Украины. Используя слабость страны, используя, разыгрывая фишку Майдана, разыгрывая опять ту же самую карту языковую, которая, ну такая вообще на голову не натянешь, потому что в Украине на самом-то деле на тот момент все национальное телевидение говорило, и даже президент говорил на русском языке. Весь, вся наша область, ну вся Украина была два языка, и проблем каких-либо связанных с языком вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не было. У нас были школы на русских языках. Язык не принадлежит государству, а моей семье, потому что мои родители, я ребенок СССР, и в СССР был всегда первым языком сначала русский язык, а потом шел национальный. Если кто знает, можете посмотреть в табеле, он назывался Ридномова, у меня это называлось. Сначала был русский язык, и потом просто Ридномова. В других странах СССР это назывался родной язык. И вот, 7 июля, это мой день рождения, в мой город, в город Донецк, из Луганска, из Славянска, шла колонна, колонна танков с российскими флагами, и она вошла именно в мой город. БТР, машины с людьми, военными, с шевронами, российские флаги. Все это просто ушло по центральным улицам. Я это видела своими собственными глазами. Мы как раз ушли гулять с Донбасс-ареной. Мы гуляли с детьми на Донбасс-арене, и возвращались домой, и переходили мост нашей речки, Кальмиус. И в это время они ехали, и наверху сидели, я не знаю, я не хочу какую-либо нацию сейчас обзывать, но это не были люди со славянской внешностью, скажем так. То есть никого не хочу зацепить. И они размахивали российскими флагами. И еще где-то оставшиеся наши желтоблокитные пропоры были сняты и повешены российские флаги. Российские флаги! Это оккупация Российской Федерации. И мы тогда приняли решение. Либо мы остаемся здесь и погибаем все вместе здесь, либо мы уезжаем все вместе. И мы просто вот в один час поняли, что, наверное, мы будем уезжать. Мы собрались, трое детей, мы собрали, мы все оставили. Самое младшее было полтора годика. Все, что было, просто собрали вот так вот, сложили в чемоданы и поехали на вокзал. Вся наша жизнь, вся наша жизнь, мои 38 лет уместили. Украинские войска совместно с западными военными специалистами, читай, западными кадровыми военными НАТО, начали атаковать Белгородскую область с применением американской РСЗО «Хаймерс». Радиус целей, который ВСО теперь могут поражать с помощью «Хаймерсов», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще Валуйки, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но суть и дело это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «ГЛСДБ», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров. А там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине.